МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире программа День города и я, ее ведущая, Олеся Котровская. Главная тема сегодня – коммунальная революция на улице Дзержинского. Жители дома требуют сменить управляющую компанию. По наказам избирателей, городские власти отремонтировали главные культурные объекты города. На огневых рубежах в Рязани состоялся открытый чемпионат и первенство Рязанской области по биатлону. Жители дома номер 33 по улице Дзержинского обратились в нашу редакцию с коллективной жалобой на управляющую компанию МКД сервис номер один. По их словам, коммунальщики обманом захватили управление домом и жильцами ведут себя по-хамски. На жалобы по техобслуживанию либо реагируют с большим опозданием, либо вообще про них забывают. А после попытки сменить управляющую компанию, некоторым жильцам посыпались угрозы. Максим Васильев все разузнал. Этому дому по улице Дзержинского 55 лет. Он еще помнит имена героев Ордена Славы. Но сегодня, как считают жильцы дома, героев здесь не осталось, а слава уже давно превратилась в хулу. Коммунальщики из управляющей компании называют их склочными и скандальными, дескать, замучили жалобами. Главное, подумала Лариса Пантелеева, утверждает, все претензии обоснованы. Во-первых, убираются очень плохо. Во дворе, видите, у нас какая грязь. Зимой у нас, когда вот здесь вот, досюда снег убирают, а вот здесь вот, где люди ходят, у нас старые люди, дом очень старый, соответственно, пенсионеров много. У нас женщины во втором подъезде вообще сломала ногу. Потому что ходить вот зимой здесь невозможно. Здесь вот такие колдовины. Потом в подъезде вот сейчас коронавирус не обрабатывалось ни разу. Дальше больше. Двери, по словам Ларисы Пантелеевой, в подъезде предлагают чинить самим, а уж если что, потекло с потолка, пиши пропало. Вот здесь у парня текло все. Вот чтобы ему сделали все это. Вот видите, что здесь вот получилось, здесь получилось. В течение месяца просили, чтобы все это отремонтировали. Потому что бесполезно просить. Жильцы 33-го дома от коммунального безразличия уже устали. Жалоб поднакопилось солидную пачку, но отреагировали в управляющей компании не на них, а на протокол собрания собственников. Которые еще в августе большинством голосов постановили сменить управляющую компанию. И вот тут началось. С просьбой отозвать свои голоса коммунальщики обращались практически ко всем. Золотые горы, может, и не обещали, но по слухам, кого-то освободили от части квартплаты. За лояльность. А вот Ларисе Пантелеевой стали угрожать. Ну вот мы сходили в инспекцию буквально вечером, а утром мне позвонили в домофон и говорят, слишком много разговариваешь, скоро договоришься, ходи и оборачивайся. Заявление в полицию пенсионерка, конечно же, написала, но нам стало интересно. Это кто тут пытается вернуть 90-е? МКД, сервис номер один, это преемница ЖУ-1, которая, по словам жителей, тоже радости не приносила. В офисе компании нам ничего пояснить не смогли, вернее, сделали это с заковыкой. Коллективная жалоба по поводу ненадлежащего исполнения обязанностей. Нам бы хотелось комментарии получить. А это вам надо в Лидерфонд, компания такая вот. Они сейчас этот дом как раз переводят, держалась около 33, и там как раз вот собственность, которая в 2002 году, мы комментарии не даем. То есть, получается, если с претензиями, это к новой управляющей компании, которая, к слову, еще не вступила в свои права, а вот если собирать платежи, это к нам. Возмутительная избирательность. Руководителя нынешних управленцев на месте не оказалось, да и по телефону он был немногословен. Интервен никаких не давил. Пускай никто там обратился, пускай сами... Так, извините. Мы-то извиним, жильцы, вряд ли. Значит, есть что скрывать. А Ларчик-то просто открывается. С точки зрения собираемости, этот дом с пенсионерами один из самых образцовых в городе. 98%. Кто ж откажется от такого лакомого куска? Тарифы за жилой фонд и коммерческий сейчас 14.41 и 17.48. Хотя, по-честному, они должны быть идентичны. При этом они сильно отличаются от общегородской ставки. 13.26. Ну, товарищ, скажете вы, всего на рубль с копейками. Но это за метр. И ежемесячно. По году получается очень кругленькая сумма. Если мы правильно рассчитали, 11.80. Любопытно, где они? Вот и нам тоже. И это при том, что даже у городских энергетиков есть к этой компании вопросы. Мол, чувствительность к обращениям граждан, мягко сказать, оставляет желать лучшего. К сожалению, у данных компаний скорость оперативности очень низкая. Приступают обращения, когда в дежурную службу города, если в случае выходных, в начале отопительных сезона, также, то есть реакции своевременные от них мы не видим. Приходилось, кстати, запускать систему отопления с опозданием, но значительно позже, начало отопительных сезона, с помощью сторонних организаций. Де-факто свои обязанности эта управляющая компания, по словам жильцов дома 33 по улице Дзержинского, не выполняет уже давно. Де-юре новые управленцы должны вступить в права после Нового года. К ним кредит доверия у жильцов сегодня не ограничен. И на них возлагают большие надежды. Максим Васильев, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город». В городском дворце детского творчества завершили ремонт входной группы и обновили кирпичную кладку. Это было одним из пунктов публичных слушаний, к которым депутаты городской думы отнеслись со всей скорпулезностью. У дворца уложили новую брусчатку, установили новые вазоны. Впрочем, спикер гордумы Юлия Рокотянская и замглавы администрации города Надежда Штебнина проинспектировали не только этот объект. Рязанский дворец детского творчества переживает вторую молодость. После тщательного ремонта он почти такой же, как и 63 года назад. Вроде бы. Те же гипсовые пионеры, те же вазоны, та же лестница. А нет, лестница стала современнее и безопаснее. Родители, в первую очередь, родители детей, которые каждый день приводят детишек на дополнительное образование. Чтобы это было безопасно. Поэтому мы очень рады, что такой проект участвовался. А мы-то как рады. Спасибо. Совместный депутатский корпус с администрацией поработали. И результат мы видим все налицо. Новые ступени возводили из практичности, чтобы не скользили подошвы, чтобы дворнику удобно было их подметать. Впрочем, в плане надежности это еще не все. Тщательно поработали не только над внешней безопасностью, но и над внутренней. Второй момент – это требования новой противопожарной безопасности. У нас есть и зрительный зал, в котором есть сцена. И эта сцена была оборудована системой автоматического пожаротушения. Еще одна сцена в муниципальном культурном центре сегодня образцово-показательная. После ремонта здесь новые двери, решетки, кресла, паркет. И это тоже совместный проект городских властей. Самое главное, что просили – современная акустика и освещение. Главный зал заметно посвежел. На радость всем общественным организациям. Поменяли занавес, поменяли входные группы. И ждем зрителей для того, чтобы удивлять на сцене новыми идеями. Собственно, вот то удивление, которое построено на сцене – это онлайн-студия, в которой снимаются и записываются творческие номера всех коллективов нашего города. И поздравления, которые будут звучать в течение новогодних праздников. Удивлять здесь готовы постоянно, особенно под Новый год. Праздничная музыкальная программа «Пока секрет» нам удалось зацепить лишь кусочек, остальное – ближе к дате. Главная сцена станет специальной интерактивной площадкой. Максим Васильев, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город». В Рязани построят новый храм. Как сообщают пресс-службы Рязанской епархии, его возведут на территории Академии ВСИН. Закладной камень в основании будущего храма осветили еще в субботу, в День Конституции России. И во всем благое поспешение и сохрани, Господи, на многое и благая летом. Закладной камень в основании возводимого на территории вуза храма освящен в честь преподобного Сергия Радонежского, которого в России уже много веков почитают как особого покровителя учащихся. К этому событию шли уже давно. Вот мы совершили важный этап в жизни этого храма и жизни училища, даст Бог. Хотелось бы, чтобы все то, что просили у Бога, о чем молили его сегодня, исполнилось ко славе Божией и ко благу всех тех, кто здесь учится, и всего нашего народа. Известно, что еще 12 лет назад здесь, на территории Академии ВСИН, был установлен крест. Однако в 2010 году по неизвестным причинам он был демонтирован, а на его месте появился фонтан. Потребовалось какое-то время, чтобы поднять вопрос о возведении храма-часовни на территории вуза. Сегодня, в этот праздничный, знаменательный день для нашей страны, мы находимся на месте закладки камня, который мы сделали в этом году, несколько месяцев назад, и пошаговое движение и решение всех этих вопросов сегодня подчеркивают, что те труды, которые были с точки зрения организации согласования всех вопросов по строительству храма на территории нашего учебного заведения, они реализуются и воплощаются в жизнь. В течение предшествующих месяцев, как рассказал Сергей Никитюк, решались организационные вопросы согласования, необходимые для осуществления строительства. Он также указал на приоритетность духовно-нравственных ценностей воспитания молодежи. И эту тему поддержал рязанский архипастырь. Мы надеемся, что построение храма, который с Божьей помощью будет завершен, даст свой положительный вклад в дело воспитания сотрудников, учеников, студентов Академии ФСИН и поможет осознанию того, что высшей ценностью в жизни, в мире является человек с его бессмертной душой. Без духовного фундамента невозможно совершать добрые дела. Помогать вставать на правильный путь, считают в УЗИ. Поэтому совместная работа Академии ФСИН с Рязанской митрополией будет продолжаться. Олеся Катровская, телекомпания «Город». В Рязани состоялся открытый чемпионат и первенство Рязанской области по биатлону на базе комплекса «Алмаз». В первый день соревнований участники состязались на спринтерской дистанции с двумя огневыми рубежами. Подробности в следующем сюжете. Точный выстрел в биатлоне во многом зависит от правильного дыхания. Об этом хорошо знает Анастасия Монастырева. Для нее это первые соревнования по биатлону. Чтобы зафиксировать винтовку, ей нужно сделать несколько глубоких вдохов и затаить дыхание. Одновременно максимально сконцентрироваться на мишени. Выдохать только после этого Анастасия спускает курок. Я пришла из лыж недавно, где-то два месяца назад, потому что биатлон более азартный вид спорта. Здесь еще добавляется стрельба и более интересно. Для меня самое сложное это стрельба. А в стрельбе именно, ну, наверное, работа с дыханием. Не менее сложно безошибочно произвести первый выстрел. Нужно максимально абстрагироваться от всего, что происходит вокруг. Если Анастасии это удается, то ее маме волнений не сдержать. Особенно, когда дочь готовится к очередному выстрелу. Фейерверк эмоций. То есть волнуешься всегда, болеешь, кричишь, еще снимаешь. На открытом первенстве в Рязанской области по биатлону Анастасия Монастырева стала четвертой. Она говорит, что для нее это большой опыт. Впрочем, как и для других участников соревнований. Это для нас как бы считается тренировочным процессом. Все-таки это опыт и я считаю, что этот опыт нам как бы бесценен. На стрельбу в биатлоне влияет намного больше факторов, чем на непосредственно лыжный бег. Самое главное для спортсменов, чтобы мишень была хорошо видна и не было порывов ветра. Но в этот раз погода не подвела. Большинство моих гонок зависит от погоды, потому что погода хорошая. И ехать веселее, и стрельба хорошая сегодня. Главное было стрельнуть, я стрельнула, добежать, добежала. Вот, поэтому все хорошо, все прекрасно, настроение отличное. В первый день соревнований, 11 декабря, участники состязались на спринтерской дистанции с двумя огневыми рубежами. А уже на следующий день состоялись гонки с массового старта для ветеранов в категории «Мастерс». Соревнование было проведено на высоком уровне, даже, скажем так, в Бесснежье. Благодаря сотрудникам школы создана такая отличная трасса, которая также принимает и всех просто любителей лыжного спорта и биатлона. На данный момент уже практически со всей страны. Теперь юноши и девушки будут готовиться к первенству Центрального федерального округа, а ветераны к чемпионату России. Основные старты будут даны после Нового года. Олеся Котровская, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». И на сегодня это все. Еще больше новостей смотрите на нашем сайте город62.тв. Всего хорошего и до скорой встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова